Представьте такую ситуацию, вы долго работали и заслужили наконец-таки заслуженный отпуск, купили авиабилеты и забронировали отель на Мальдивах, но по прибытию в аэропорт оказывается, что ваш самолет уже на взлетно-посадочной полосе и улетает без вас. Ужасная безвыходная ситуация, казалось бы, авиабилеты сгорели, деньги за отели вернуть нельзя и все пассажиры аэропорта смеются над вашей неудачей. Но никогда нельзя разочаровываться, ведь всегда есть последний шанс. И последний шанс сегодня будет заключаться в летающем скейтборде, на котором мы попытаемся залететь в летящий самолет. Все пассажиры аэропорта вновь над вами будут смеяться, потому что эта идея изначально обречена на провал. Но никто не знает, что будет на самом деле. Салют, друзья, у микрофона мистер Кей. И сегодня в BM&G Drive вместе с Максом Дипом, как вы поняли, мы будем пытаться залететь на летающем скейтборде в летящий самолет, чтобы спасти единственный отпуск в этом году. Пилот, вы как меня слышите? Я вас прекрасно слышу, в чем дело? Слушайте, но эти люди, они смеются надо мной. Я бы хотел все-таки ваш самолет на свое место, разрешите, пожалуйста. А я тут при чем, скажите, пожалуйста. Послушайте, если я просто постучусь в дверь самолета, есть вероятность меня впустить? Да, полностью отказано. Мы уже вылетели из аэропорта. А тебе что, автобус, чтобы сейчас возвращаться за тобой, чтобы ко мне стучаться в дверь? Нет, мы летим на Мальдивы. Вы берите другой самолет, пожалуйста. Просто приоткройте, пожалуйста, дверь и все. У меня не хватит сейчас зарядки. Вы мне предлагаете вас сейчас на вашей летающей доске посадить в самолет. Летите сами, какие проблемы? Просто приоткрыть. Мне не хватит. У меня на 10 минут заряда. Мне не хватит. Я вас вижу прекрасно. Господи, это против всех правил, но ладно. Ладно, в этот раз я сделаю исключение, если вы успеете добраться до меня до того момента, как мы пересечем границу. Тогда держите самолет, пожалуйста. Ну, чуть-чуть снизьте скорость и держите его ровно. Я постараюсь залететь к пассажирам. Хорошо? Какая скорость вам нужна? Ну, не знаю, 165, 170, наверное, около того. Я вас догоняю, кстати. Можете увеличить чуть-чуть. Ну, слушайте, 160 км в час я сейчас лечу. Давайте, догоняйте. Я, в принципе, выровнял самолет. Держу высоту, держу скорость. Так что не теряйте ни мое время, ни время других пассажиров. Они хотят все быстрее в отпуск. К сожалению, большому на тоске больше 180 разогнать нельзя. Но я уже рядышком. Вы должны видеть меня. Посмотрите, пожалуйста. Да, я вижу какую-то точку, как будто комар летит за мной. Ну, давайте, догоняйте. Я открою вам дверь, как будете подлетать. Слушайте, самое главное, это не попасть в двигатель. Вот это будет опасно. Ну что, старайтесь, потому что вы тогда подобьете наш самолет, и в результате придется аварийную посадку совершать. Давайте, 160 км в час я лечу. Где вы там? Приближайтесь скорее. Ты можешь с легкостью просто разрубить меня винтом. Я этого боюсь, на самом деле, больше всего. Но я не хотел бы. Я не хотел бы, но это ваша идея. И вообще, это смертельно опасный трюк. Из-за вас мне приходится сейчас поворачивать самолет направо. Потому что мы уже вылетаем за границу в океан. 100 метров между нами. Я, пожалуй, давай открываю дверь. И давай попытаюсь уже залететь. Главное, высоту. Высоту удерживай, ты где-то надо мной летишь. Слушай, мы не на высоте 10 тысяч метров. Поэтому разгерметизации не будет, как я понимаю. Правильно? Блин, слушай, у тебя единственный шанс. Нужно самолет еще ровно выдержать. Давай, попытайся. Все, держите. Держите самолет. Держу. Господи. У нас первого раза получится. Тихо. Подождите. Мальдивы. Мальдивы ждут. Давай, давай, давай. 35 метров между нами. Я идеально ровно сейчас держу. Ровнее держать уже не могу. Давай. Держи ты. Подожди. Да я и лечу идеально ровно. Держи. 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 Слушай, неужели залетишь? Залетишь? Нет, не могу. Я закрываю двери. Мы уже... Я кепку потерял. Я кепку потерял. Моя шапка улетит. Слушай, Макс, ну на самом деле это невозможно. Ты сейчас умер, а я еще и люк открывал в воздухе. Хотя так никто не делает никогда. Слушай, ну согласись, теоретически, теоретически это возможно. Если прям ровно построится, я не знаю, что сейчас случилось. Но вот мне ощущение такое показалось, что помешала шапка залететь. Я не знаю, как это возможно, поверь просто. Вот что я видел со своего ракурса. Ты пытался поймать эту шапку, которую с тебя стянуло в воздухе и падал вместе с ней вниз. Я не знаю, что сейчас было, но я знаю одно. Ты не зря открывал дверь. Ты пытался спасти человека. Да, он погиб. Да, тебе там достанется, как пилоту. Но ты мог и спасти его. Ведь шансов у меня нет. Я не буду уже отказываться от Мальдива. Поэтому открывай. Чертовы бороться. Это сложно назвать на самом деле спасением. Потому что это смертельный трюк. И так рисковать никто в жизни не станет. Выравнивайтесь. Выравнивайтесь. У вас скорость набирается сильно очень. Хорошо. Я выравниваюсь. Я выравниваюсь. 190 падает сейчас. Можешь меня догонять. Расстояние между нами 230 метров. Не так много, как в предыдущий раз. Поэтому ты меня догонишь довольно быстро. Скорость у меня уже 160. Давай. Все, держите. Примерно 165. Держи. Вот так будет вообще шикарно. Я тогда быстро догоню и будет идеально. За показателями следите. За показателями. Я рядышком приближаю 170. Ну все. В принципе, я набрал нужную мощность. Выравнивайте. Я выравнивался. Все, я готов тебя принимать. Открываю, короче, люк. Давай, залетай. Если не сейчас, то никогда. Ты очень быстро приближаешься ко мне, поэтому не перелети. Открыть люк в срочном порядке. Открылся уже. 85 метров между нами. Пытаюсь выравниваться. Пытаюсь держать его. Скорость контролируй. Слишком высокая. Ё-моё. Сбавил скорость еще сильнее. 168 и падает. Вот, отлично. Все, чуть взлетай. 50 метров между нами. 160 километров в час сейчас. Хорошо. Блин, можно я тебе просто помашу пилоту моему лучшему? Нет, ты куда полетел под винты? Спасибо. Я и так снижаюсь. Ты нужно залетать во внутрь. Все, 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 выше, выше, выше. Я готов залетать. Давай, выше, выше. Чуть-чуть. Чуть-чуть выше. Пытай, я не могу так долго держать самолет на одном месте. Тем более, еще регулируя скорость. Особенно, когда мы снижаемся. Сейчас, сейчас, держи, держи. Держи, держи. Слушай, я могу даже на самолет сесть, по идее. Не надо так рисковать, залетай вовнутрь. Под винты тебя сейчас засосет. Ты знаешь, как там воздух затягивает? Подожди, подожди. Дай мне спуститься. Открыл, нет? Открыто там все. 155 километров в час. Я лечу, дай мне ускориться. Подожди, аккуратно. Хвостом меня, хвостом. Да тихо. Спец, давай, принимай, принимай пассажира. Я падаю уже. Пиши, пиши. Да почему вы не можете высоту держать? Да потому, что скорость низкая, ё-моё. Пытаюсь тебя посадить на низкой скорости. Твою мать. Что такое? Держи высоту. Держи, вырвнися. Ты еще там, что ли? Нет. Я не могу держать высоту так долго. Что? Ладно, давай я на Мальдивы полетел, короче. Тарик, ты убил всех пассажиров. Попытался, естественно, но ты один решил на Мальдивы лететь. Я про батарейку пошутил, просто хотел в комфорте доехать, понимаешь? Ладно, давай тогда. Слушай, Макс, ну ты, как всегда, слишком много от меня требуешь. Держи высоту, держи скорость, держи то, сё. Давай ты теперь посмотрим на тебя в роли пилота, как ты себя проявишь и сможешь ли ты меня посадить вовнутрь. Потому что я в прошлый раз убил весь самолет с пассажирами ради тебя одного. Слушай, тебе, конечно, спасибо за это, что так рискнул, но это твоя проблема. Ты такой пилот. В таком случае давай я попробую сейчас тебя посадить на это сидение. Догоняй! Я догоняю тебя, в принципе, вполне уверенно. Давай только занимай высоту, занимай траекторию, чтобы я знал, куда прицелиться. Потому что я уже нахожусь прямо позади тебя. Всё, я занял высоту, траектория тоже хорошо выровнена. Всё отлично, я готов. Я прямо сбоку тебя. Хорошо, жди. Жди, мне нужно выровняться за тобой. Капец ты в стороне, я от меня вправо улетел. Слушай, а ты реально как комар какой-то, малюсенький. Слушай, а есть вариант открыть боковую дверь, я через боковую дверь к тебе залечу. Боковую никак, к сожалению. Ё-па-и! Э-э-э! Крыло меня не улетает! Ну ты чего? Ты меня оставил! Ну, в принципе, слушай, я сел на самолет, можно сказать, зацепился за твое заднее крыло. Если тебя так доставишь до Мальдив, будет замечательно. Да по факту ты меня сейчас размазал! Ты меня размазал и убил, у меня ничего не могло не остаться. Слушай, Макс, ну теоретически я всё-таки смог бы добраться тогда до Мальдив без каких-либо проблем, как ты считаешь? Ну ты так-то добрался, я согласен, только вот в мёртвом состоянии. А ты на Мальдивах нужен живой, поэтому, согласно купленным билетам, пожалуйста, место занимайте. Я открываю сразу, сразу, давайте. Но в таком случае посади меня сейчас аккуратно. Ты, как говоришь, профессиональный пилот, всё умеешь, Диана там выравниваешь. Давай прояви сейчас профессиональные, так сказать, навыки пилотирования. Что это скейтборд? Большой самолёт это другое дело. Ну ты маленький, а самолёт большой. Тоже, пожалуйста, учти это, и я выравнился. Всё, готов. Я лечу перед тобой, тебе нужно меня обогнать, я сбавляю скорость. Давай, обгоняй меня. Получается, меня сейчас потаёшься. Ты сбавь скорость, пожалуйста. Я сбавил уже за 120, давай, обгоняй меня, я идеально подстраиваюсь под тебя. Не заруби меня сейчас винтами, я прямо перед тобой, блин, лечу. Давай, 160 держу, 155, 160 скорость. Хорошо, жду, как меня обгонишь, и буду подстраиваться. Выравнивайся и поехали. Залетай сразу же. Пока люди ждут, проветривание идёт, шуткая, давай. Да подождут, ничего страшного. Какая такая ситуация? Нефиг было улетать раньше времени, расписание было другое там в аэропорту. Так, вижу вас. Да, я идеально подстраиваюсь под твой задний борт. Нужно немного ускориться, и я отлично залечу. Идеально, ну, выше, куда вы пропали? Я лечу, лечу, набираю скорость. Набираю скорость, хорошо лечу. Хорошо, давай. Давай, давай, блин, а так... Ты куда устрелился? Я в двух метрах, блин, от этой чёртовой рампы пытался ускориться в эту рампу и нифига не вышло. Ё-моё, слушай, ну мы так тоже не погрузим никого. Ладно, Макс, у тебя есть ещё одна попытка. В моём случае не получается. Не получается подстроиться, но я думаю, что это вполне реально, и если у кого получится, то только у тебя. Ты же на Мальдивы больше всего хочешь, правильно ли? Да, но мне, честно говоря, казалось, что на машине намного сложнее это сделать. Но по итогу мы видим совсем другой результат. Может быть, потому что я комар? Маленький слишком. Так, 170, я догоняю потихоньку. Держите, держите. Болтайте слишком сильно. Держу, держу, 160 км в час. Всё нормально. Расстояние сниже очень, очень стремительно. Давай быстрее. 30 метров. Слушай, неужели у тебя получится? Можешь подстроиться как-то под тебя? С ума сойти, не в сторону, не вновнись. 20 метров между нами. Фига, я башкой ударился. Я башкой ударился, подожди. У меня опять шапка слетела. Да не подбирай в этот раз шапку свою, залетай. Надо дверь уже закрывать. С ума сойти. Ё-моё. И опять ударился. Я ударился снова. Не, по крайней мере, я понял, что залететь можно. Единственное, ты сразу закрывать, как только залетел. Потому что я могу точно так же вылететь. Когда, знаешь, когда домой залетает муха, она точно так же может за секунду вылететь. Вот ты понимаешь, дверь закрывается очень долго. Я не могу закрывать её заранее. Так, скорость. 160 у меня скорость. И, в принципе, я выровнялся. Давай, ты меня сможешь догнать. Открывайте. Открывайте, открывайте. Я уже ровно всё рассчитал. Хорошо. Давай, открываю. Немного восстал у меня падает. Надо набрать чуть-чуть такая. Давай, набирай. Чуть-чуть набирай. Набираю. Скорость 160. Давай, давай. Я подстраивался. Хорошо сейчас величию. Всё, всё, всё. Теперь сбавляйте обороты, сбавляйте сразу. Как только увидели, что набираете, сбавляйте обороты. А я уже подстроюсь под вас. Держите ровно крылья. Я подлетаю. Давай, у меня 150 скорость. Надо немного ускориться. Залетаю, залетаю. Давай, пытайся. Я сейчас почти идеально держусь. Стой! Закрываю опять. Давай. Держись, самое главное. Ну, слушай. У нас можно сказать, что получилось. Да. Но всё-таки давай попробуем это сделать, ну, в живом состоянии, наверное. Правильно ведь надо, так? Конечно. Если ехать на Мальдивы только в живом состоянии. Поэтому сейчас твоя самая последняя попытка. Мы и так пристрелили много попыток. Я думаю, ты должен был уже научиться делать всё необходимое тебе. Но, запомни, тебе нужно сразу будет закрыть ворота, потому что когда я залечу, я как муха могу сразу вылететь, понимаешь? Ну да, когда муха залетает дома, она может сразу и вылететь. И так же наоборот. Так что давай. Я ворота тебе открыл. Скорость сбавляю, высоту, в принципе, выровнял. А я прямо сейчас сразу залечу. Готовы? Да, я готов тебя принимать. Подожди, скорость немного растёт. Не сможешь догнать. Держите. 165-170. Если будете держать, тогда я залечу. И всё, мы вместе на Мальдивы долетим. Поехали. 160-170 держу. Готов тебя принимать. Давай, догоняй меня. Так, сколько метраж? Метраж. Метраж между нами. 180 метров. Но я сейчас выровнял. Самолёт идеально под тебя. И, в принципе, всё должно получиться. Всё, приближаюсь. Муха залетает. Готовьтесь. Закрывать фору. Принимаю муху, принял. Подожди, муха залетает. Ждите, тихо, тихо. Так и лети, так и лети. Я так и лечу. Идеально лечу. Ничего не делаю больше. Крыльями не мотать. Крыльями не мотать. Да меньше говори, больше делай. Давай. Давай у тебя... Нет. Закрываю. Спасибо, закрывай. Закрываю. Долго закрывается. Я вывалился. Какого чё-то так долго. Ну, мухе, значит, не получилось и в этот раз. Блин, не могу закрыть дверь, тебя прижало. Короче, у тебя есть теперь скейтборд, хотя бы летающий в самолёте. Хотя бы так получается. Я бы сказал, что у меня есть не только скейтборд, потому что теперь из-за тебя я не могу закрыть свой люк, и ты, получается, будешь проветриваться прямиком до Мальди. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова